Здарается так, что объекты державной нерухомости отрымливают не только другое, а и третье – житье. Размова о будинках, которые проспел на час после продажи вертались в держмайомость. Их нужно выставлять на продаж снова. Тето покупник был недобросумленным, тето пагорчивался финансовый стан справ. Но становочных прикладов больше. Это когда объекты, проданные из аукционов, становятся центром протягивания как обычных граждан, так и инвесторов. А в том, какие будинки комитет Гомеля-Былмайомость продал наибольшую дала, а с которыми возникли складанности – сюжет Марины Джалы. За лесом Гомельского кинотеатра юбилейный сочили многие. Улады чекали, пока объект будет продаден. Хараджане цикавилися тем, что новый уладальник разместить в знакомитом будинку. Два годы тому объект продали. В развернем короткий час юбилейный перетворился в забавляльный центр для всей семьи. Представители бизнеса хорошо умеют считать свои деньги. И государственная недвижимость, в принципе, продается и с коммуникациями, и с зелеными насаждениями, и с прочей инфраструктурой. Как хороший пример, за нашей спиной находится бывший кинотеатр юбилейный. И в настоящее время, уже спустя буквально полгода продажи, объект был продан и уже организован парк семейного отдыха. Мы на Университетской. Ранее у этом будинку была школа. Некалеки годов тому объект продали. Зараз наим кипить праца. За огороджей стоять будовничея рештованне, стены затягнутые сеткой. Что будет размещаться в будинку, поколь не вядомо. Покупник набыл его за полный кошт. Тому все остальное – его приватная справа. Мы находимся на улице Университетская, 14. Это здание, бывшее здание школы. Ранее оно принадлежало отделу образования, спорта и туризма администрации города Гомеля. Примерно пять лет назад оно было продано за сто процентов, за деньги. И в настоящее время уже во всю идет реконструкция объекта. Будем верить, что здесь будет какой-то достойный пример недвижимости, возможно, аренды площадей, какие-то торговые места, созданные новые рабочие места в том числе. А у конца улицы Ландышева ранее размещался лицей. Проспал года после продажи будинка тут уладковали офисы, открыли крамы и спортивную залу. Застались там и свободные площади. Этот объект ранее назывался, скажем так, зданием государственного лицея, многопрофильного. В настоящее время этот уже объект полностью сдается под арендные площади. Планируется здесь и физический центр, и медицинский центр, и косметические салоны. Вполне себе можем считать эту работу, проведенную положительной. То есть часть площадей здесь задействована, да, а часть площадей ищет еще своих хозяев. Да, да, и помещение не запустило, территория уже благоустраивается, что, в принципе, не несет риск граждан, объект не считается аварийным. Истый, в первую очередь, эстетичный внешний вид для жителей города. За 12 годов в регионе у Держмайомы свернули около 400 объектов. И не редкость, коли их стан похорошался, а документы на будинке были страшные. У таких выпадках Держорганизациям доводится шукать сродки, как привести территорию у належный стан, аховывать их и одновлять документацию. Один из таких неприемных прикладов – будинок инфекционной больницы на Циолковского. Мы находимся на улице Циолковского, 121. За нашей спиной находится здание старой инфекционной больницы. В настоящее время объект имущества не используется. Принимается решение выставлять на акционные торги в последующей продаже данного объекта. Ранее данный объект недвижимости был продан, но впоследствии банкротства предыдущего собственника в настоящее время вернулся в государственную собственность, прежнему балансу держателю. Комитет «Гомель-Аблмайомость» у Червени и Липени выставить на продаж 46 объектов нерухомости. За несприяльной эпидситуацией торги по 38 лотах пройдут дистанционно на электронной плясовце. До речи, за последние 10 годов дейенность обновили. Больше к на 1300 продаденных объектах. Марина Джала, Євген Макенко, Телерадо, компания «Гомель».